если нет материального то нет и духовного а если нет духовного то материальное зачем вот об этом материальном об этом темахи мы и поговорим с вами сегодня итак мы говорим о трех вещах без которых не могла бы существовать книга это материалы для письма сами предметы которыми переписывали и чернила начнем с материалов в средние века писали на пергамине и бумаги пергамент на иврите клав важнейший материал использовавшийся в период всего средневековья это шкура животного обработанная для письма с двух сторон кожи промывали в большом количестве воды вымачивали в негашенной извести и затем снимали лишнее с каждой из сторон волосы с волосяной стороны и жир с мясной натягивали на рамы и обрабатывали их так чтобы чернила могли держаться как на мясной так и на волосяной стороне для того чтобы переписать библейский кодекс ну потребовалось бы большое стадо это могли быть шкуры коровы теленка барана козленка может быть кого-то еще цвет сторон пергамена был разный со стороны где соскребали мясо он был белее стороны где убирали волосы желтея в разные периоды и в разных геокультурных зонах относились по-разному вот этим оттенком где-то их наоборот подчеркивали где-то старались сделать так чтобы нивелировать разницу между сторонами в частности здесь довольно хорошо это видно что стороны разного цвета вот здесь как раз его обработка свидетельствует о том что хотели сделать эти стороны более не менее одного цвета листы в рукописи естественно должны были быть одного размера поэтому кожа после обработки обрезалась по краям и поскольку материал был дорогой из оставшихся кусочков можно было сделать стельки или использовать их для розжига к сожалению мы знаем и истории когда на розжиг шли рукописи как пример хочу показать вам псевдоисторическое сочинение которое было крайне популярно в средние века которая называется ее сифон обратите внимание я открыл первый лист и нижние поля этого листа обрезаны они отрезаны потому что этот кусок очень подходил для того чтобы переписать текст мезузы даже если при обработке кожи происходили какие-то небольшие дефекты материал был настолько дорог что его продолжали использовать вот здесь мы можем увидеть просто дырку или например мы можем увидеть как сшили на полях пергамент чтобы он не разошелся пергамент конечно был дорогим и долговечным материалом бумагу производить дешевле и бумага частично вытеснила пергамент он остался для дорогих рукописей таких как библия а бытовые вещи и художественную литературу стали переписывать на бумаге бумага в средние века существовало двух видов восточная бумага и европейская бумага восточная бумага была достаточно плотный и она была с таким неплотным слоем волокон который можно посмотреть если мы поднимем рукопись на свет восточная бумага может нам рассказать где была переписана рукопись с европейской бумагой совсем другая история с 1280 года эта бумага имеет маркировку так называемые водяные знаки симоней маем это значит что каждый изготовитель бумаги имел свое собственное фирменное клеймо по этому клейму мы можем условно датировать рукописи но никогда не можем сказать где именно они были переписаны так как экспорт европейской бумаги в средние века покрывал огромные огромные территории давайте посмотрим на чудесный пример европейской бумаги с водяным знаком эта рукопись 15 века была переписана в германии изображение быка с короной и цветком между рогами наука которая изучает вот эти водяные знаки очень хорошо развита и существуют альбомы в которых зафиксированы водяные знаки средних веков я хочу показать вам наш знак а чем писали в средние века на востоке писали камышовым или тростниковым пером а в европе пером птицы линии сделанные камышовым пером похожи друг на друга у птичьего пера гораздо больше возможностей там линии могут быть очень разными от очень тонких до очень толстых один знаменитый сойфер писец из меа шеарим объясняя мне разницу в переписке пером камышовым и пером птицы сказал мне шимон ты же русский парень ты понимаешь разницу между балалайкой и скрипкой наша третья остановка это чернила на иврите дье чернила это очень непростая вещь с одной стороны нужно было составить их так чтобы они не проедали материал а с другой чтобы они были долговечными каждый мастер имел свой рецепт вот например рецепт чернил который приводится в главном галахическом трактате средневековья мишне тура записанный самым великим галахическим авторитетом средневековья маймонидом как делаются чернила собирают копоть жиров или смолы или воска или чего-либо подобного и тщательно смешивают ее с каменью и небольшим количеством меда и тщательно размешивают и растирают полученную смесь пока она не измельчится до однородной массы затем сушат ее и убирают в укромное место а когда нужно писать разводят ее в растворе чернильного орешка или чего-либо подобного ему и пишут этим так чтобы если нужно стереть написанное это можно быстро стереть самым распространенным цветом восточных чернил был темно-коричневый но были естественно и чернила другого цвета были черные чернила а также сохранились рукописи где определенные части текста писались например красным черным здесь очень хорошо видно что текст был переписан коричневыми чернилами но в какой-то момент они выцвели и или следующий владелец или кто-то другой по коричневым чернилам написал этот же текст чернилами черными материал обработан для письма инструменты правильно заточены чернила изумительно изготовлены начинаем писать но это вам не сегодняшний листочек в или в линеечку письмо должно быть ровным и четким для этого материал необходимо было разлиновать существовало несколько способов разлиновки пергамент как правило разлиновывали твердым заостренным предметом может быть складывая несколько листов вместе и проводя общую линию так чтобы эта бороздка была видна на нескольких местах но тут нужно было быть очень осторожным предмет этот и рука мастера должны были быть настроены так чтобы разлиновка не порвала материал рукописи часто разлиновывали свинцовым карандашом но самая интересная система разлиновки существовала на востоке это система разлиновки рукописи с помощью трафаретов которые назывались арабским словом мастера или мистера у нас есть уникальные воспоминания одного из главных раввинских авторитетов йемена двадцатом веке раввина иосефа каппаха который записал как он в детстве видел работу мастера по подготовке рукописи переписки брали дощечку длиной 40 сантиметров и шириной в 30 сантиметров делали в ней дырки на одинаковом расстоянии продевали в них твердую нить и накрепко закрепляли нить на поверхности дощечки и когда хотели линовать то клали бумагу на дощечку проводили большим пальцем по бумаге сверху и это линовало в соответствии с нитями на дощечке эта система разлиновки точная и быстрая и так можно разлиновать десятки листов за считанные мгновения у нас с вами есть настоящая я бы сказал живая мастера самаритянская много лет я смотрел на эту изумительную мастеру и все время мечтал ее кому-нибудь показать в следующей нашей серии мы вам расскажем кем являлся человек профессии которого в средние века была переписка книг